Адвокат Курохтин Александр Анатольевич, представляющий интересы, обвиняемый Юрслав Анатольевич Николаевич. Мною была подана жалоба в Европейский суд по правам человека в порядке правила 39 регламента суда в связи с бесчеловечным отношением к обвиняемому, содержащемуся под стражей. Обоснование бесчеловечности связано с тем, что с 13 июля 2017 года имеется медицинское заключение о наличии тяжелого заболевания у Алексея Николаевича, исключающего содержание под стражей. И тем не менее, до сегодня 2 октября он содержится под стражей. Медицинская помощь необходимая ему не предоставляется в силу того, что она не может быть предоставлена. И об этом неоднократно в своих документах указывали сотрудники СИЗО номер один. О том, что у них нет возможности оказать ему помощь. И в соответствии с медицинским заключением ему необходимо было срочно, еще в июле, направить в Москву в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца для, во-первых, биопсии новообразования правого глаза, о котором природу этого образования еще неизвестно, и ее нужно было установить. И для определения лечения онкологического заболевания левого глаза, которое у него с 2010 года. Он осуществляет лечение в различных клиниках, в том числе и за границей. И заболевание до сих пор рецидивирует. В течение двух с половиной месяцев, после того, как подтверждено было это заключение, еще раз повторяю, помощи ему до сих пор не оказывается. Европейский суд по правам человека на следующий день после регистрации моей жалобы вынес постановление, в котором обратился к правительству Российской Федерации с тем, чтобы Ерусланову Алексею Николаевичу немедленно была оказана медицинская помощь для проведения биопсии и определения стратегии лечения с этим новообразованием. На вопрос суда, на какую меру пресечения следует изменить или рекомендовано было бы изменить заключение под стражу, я ответил, что лучше на подписку о невыезде в связи с тем, что перемещение Алексея Николаевича в Москву, в клинику имени Гельмгольца или в НИИ, вернее, в Институт гематологии Академии наук Российской Федерации связан с перемещением самолетом, в том числе для оперативного, скажем так, поездки Москву в самолет с браслетом на ноге, скорее всего, будут осложены какие-то перемещения, а медицинская помощь необходима немедленно. Поэтому так, если будет избран мер пресечения в виде домашнего ареста, придется поездом ехать, в сопровождении, но и это, мы не против этого, лишь бы быстрее был доступ к медицине, которого нет до сих пор. Каково сейчас состояние здоровья Иерусланова, как он сейчас чувствует? Состояние здоровья Иерусланова между удовлетворительно и неудовлетворительно. У него имеется внешнее проявление онкологического заболевания в виде увеличенных лимфузлов, у него уже полтора месяца увеличены в локтевых суставах такие сумки, наполненные жидкостью, и ее природу до сих пор не установили. Взяли биопсию, взяли на исследование анализ из этих сумок, и по цвету, который там был, с его слов врачи удивились. Они сказали, что это не бурсит, как заболевание просто суставов, а, скорее всего, это наличие лимфы, и лимфы застойные уже длительное время. Отеки не проходят. На протяжении всего времени у него отмечается боли в левой части головы, где находится имеющееся онкологическое заболевание. На протяжении длительного времени в сезон номер один ему предоставлялись обезболивающие лекарства в виде таблеток, но их запретили после определенного времени принимать в силу того, что непрерывно, длительное время прием их невозможен. Боли ежедневные, с момента заключения под стражу он потерял вес около 12, по-моему, на килограмм. Одежда, даже монитору видно, что вся висит на нем и так далее.